Здравствуйте! В эфире программа День Города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Мутная история. Мехзаводу нужен дренаж. Скрытая угроза. Не все фрукты и ягоды летом одинаково полезны. Навыки выживания определились все победители школы безопасности. История с поселком Мехзавод получила продолжение. Напомним, здесь расположены дачные участки садоводческого некоммерческого товарищества Павловское. Их заливает водой цвета ржавчины после каждого дождя. Вот посмотрите, что-то есть. Вообще просто жесть. История с безымянным водопадом в СНТ Павловское получила продолжение. Впрочем, его она получает с каждым новым ливнем. Как только дождь, холм напоминает не агару. Вот прям под этой калиткой течет к ним сюда. Потом переходит на этот участок и течет к нам, к соседям. Следующие соседи. Вот соседи. Следующие. И все стоит рыжей водой. А там сверху на холме, словно насмехаясь над дачниками, стоят два завода. Ближе к краю Евраз Металл Инпром. Чуть подальше Рязанский кирпичный завод. Но рыжая вода стекает только первый год. Ну вот, в общем-то, гора вон там вдалеке. И откуда-то с нее течет эта струя. Течет-течет вдоль забора и утекает к нам. Эта гора, как утверждают местные, глина. Источные воды, говорят, в рыжий цвет окрашивает именно она. Пытались возмущаться и по этому поводу. Получили ответ, цитата. Глина, окрашивающая источные воды, безвредна. Видимо, бороться жителям нужно только с потопами. Был в этом году такой случай, что мы не могли даже выйти из дома. Пришлось вызывать МЧС. Просто вода даже в доме была у нас. Вот МЧС. Приезжали, качали воду два дня. Ну, чтобы мы хоть выйти смогли. А с дождевой водой проблема у дачников, можно сказать, вечная. Расположены участки в естественной низине. Перепад около 10 метров. Вот и льется. И все это время письма от дачников летели во все инстанции. Министерство природопользования, природоохранная прокуратура, Росприроднадзор и другие. Заводу Евразу. Префектура наша написала предписание. Здесь письмо. Они написали предписание о том, что устраните, пожалуйста, проблему. Евраз проблему не устранил. И префектура эту трубу просто глиной забила. У Евраза начала топить территорию. Они сделали еще один пробой. И эта вода все равно идет к нам. Напомним, в официальных ответах от городских ведомств значилось, что в потопе виноваты как заводы, у которых отсутствует или загрязнена система водоотведения, так и сами дачники. Дескать, сами они дренажную систему и засыпали. Мы отправили свой запрос. Тут, на мой взгляд, единственный выход – это на территории СНТ Павловской провести работы по организации водоотвода поверхностного виде. Это какой-то дренажной траншеи. Земля эта передана в пользование СНТ Павловской, поэтому этот вопрос находится в компетенции правления товарищества. Это территория СНТ, земля передана товариществу под садоводничество и огородничество, поэтому город бюджетными средствами здесь не может помочь. Но и здесь есть нюанс для самих дачников. В самом СНТ Павловская около 900 участков, и только пару десятков расположены в этой естественной низине. Остальные – дальше и выше. И проблема залитых участков их, мол, не касается. Поэтому деньгами они вряд ли помогут, сетует председатель СНТ. Дренажная система, по его грубым подсчетам, обойдется в полмиллиона рублей. И это без проекта. Сейчас Роспотребнадзор подали жалобу. Возможно, получится, то есть они, возможно, возьмутся судиться за нас от лица определенного круга лиц. А пока местные жители, которых во всем обвиняют, с этим круговоротом воды борются как могут. Откачивают ее на свои собственные средства. И ждут решения суда. Август еще не наступил, однако бахчевые уже на прилавках. То тут, то там на рынке можно купить арбузы и дыни. Вот только качественные ли они? Вопрос риторический. Подробности далее. Груши, сливы, голубик и малина. Уличные лотки летом буквально ломятся от фруктов и ягод. Они богаты клетчаткой, витаминами и микроэлементами. По словам врачей, их обязательно нужно включать в свой рацион питания. Летом для этого самое подходящее время. На прилавках уже появились арбузы. Однако эти ягоды иностранцы. Их привезли из Ирана, Казахстана и Узбекистана. Для наших арбузов сезон, как известно, стартует только в конце июля. Поэтому, если продавец на вопрос о происхождении такого товара назовет один из южных регионов нашей страны, скорее всего, эти арбузы содержат большое количество нитратов. Стоит задуматься. Нитраты – это соли азотной кислоты, которые накапливаются в растения вследствие внесения азотных минеральных удобрений. Конечно же, каждый производитель хочет, чтобы растение выросло побыстрее, побольше. И оно было зелененькое, сочное, красивое, поэтому добавляет минеральное удобрение. Нитраты накапливаются в основном в зеленой части растения. Они как раз азотные удобрения и способствуют развитию зеленой массы растения. Поэтому, если мы говорим про арбузы, то нитраты накапливаются в зеленой части арбуза, то есть в кожурке в этой зеленой. Проверить на нитраты арбуз можно не только в лабораторных условиях. О том, сколько в ягоде вредных солей, покажет и портативный нитратомер. Опасность этих веществ в том, что они могут вызвать сильнейшее отравление. Первыми симптомами отравления нитратами в легкой степени это, конечно, диспепсические расстройства, то есть это тошнота, рвота, диарея. В более серьезных, более тяжелых случаях отравления уже появляются проявления сердечной недостаточности, дыхательной недостаточности, то есть может быть тахикардия, учащенный пульс. Появляется неврологическая симптоматика, головная боль, шум в ушах, нарушение координации. А в более тяжелых случаях это уже нарушение сознания и даже бывает кома. По словам врачей, даже фрукты и ягоды с допустимым количеством нитратов нельзя есть в бесконтрольном количестве. Ведь многие из них, как, например, клубника и земляника, могут вызвать аллергию. Также важно помнить, что все ягоды и фрукты содержат сахар. Поэтому диабетикам и людям на диете стоит контролировать употребление таких продуктов. Ну и, конечно, мыть обязательно. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Касимовском районе загорелся лес. Случилось это после удара молнии. Об этом сообщает Минприрода региона. Обнаружили пожар по системе видеонаблюдения. Увидели дым. Огнем повредило лес на площади лишь в 100 квадратных метров. Тушили пожар пятеро сотрудников ПОЖ леса. Использовали три единицы техники. Всего, по данным авиалесоохраны, с начала сезона в Рязанской области потушили 16 лесных пожаров. Самая распространенная причина пожара – человеческий фактор. Рязанские полицейские задержали два их жителей столицы, подозреваемых в сбыте поддельных пятитысячных купюр. По информации следствия, двое жителей Москвы причастны к сбыту восьми фальшивых банкнот. Вот так спокойно расплачиваться на камеру – это либо бесшабашная храбрость, либо полный идиотизм. О том, что на каждой кассе в супермаркетах установлено видеонаблюдение «Секрет Полишинеля». На поддельную купюру немолодые, в общем-то, уже мужчины покупали флеш-накопители, спиртное, рыбу, мясо в небольших магазинах в трех районах Рязанской области. На что надеялись, даже полицейские не понимают. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции у МВД России по Рязанской области, опираясь на съемку, очень быстро установили личности этих покупателей. Сигналы поступили еще из Касимовского и Шиловского районов. Выяснилось, что к противоправной деятельности причастны двое мужчин, которые приезжали к магазинам на автомобиле. По приметам, полицейские опознали 39-летнего жителя Москвы, который ранее был судим за кражу, растрату и убийство. Установили личность второго – это 39-летний приятель-рецидивиста. Злоумышленников задержали. По месту жительства фигурантов обнаружили часть купленных имя товаров и денежные средства, полученные на сдачу. Пока что вопрос, где взяли фальшивки, два друга оставляют без ответа. Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт поддельных денег», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Тем временем не дремлют в Рязани и другие мошенники. От лица Банка России они стали рассылать к клиентам привлекательные предложения, при том умело подменяют данные. Если раньше мошенники действовали напрямую, звонили на сотовый и представлялись сотрудниками банка, то теперь схему усовершенствовали. Новая легенда выглядит очень правдоподобно. Это признают даже сотрудники Банка России. Теперь мошенники уже не звонят, а пишут на электронную почту. Мол, приглашаем на личный прием в банк. При этом в письме пишут и имя отчества жертвы, плюс адрес соседнего отделения. Чтобы убедить гражданина, что сообщение пришло непосредственно от Банка России, мошенники используют специальное техническое средство и подменяют адрес отправителя на настоящий доменный адрес Банка России, тем самым пробуждая у получателя данного сообщения такое максимальное доверие. А дальше начинает работать схема. Ведь письмо – просто повод вступить в контакт. После потенциальной жертве поступает звонок. Задача – под любым предлогом выманить у человека данные его карты и СМС-код. И в конечном итоге заставить жертву перевести деньги на чужой счет. Сотрудники Банка России по своей инициативе никогда не звонят гражданам, не присылают приглашения на личные встречи, не запрашивают никаких официальных личных либо банковских данных, не присылают копии каких-либо документов и не предлагают совершать какие-либо операции. Будьте бдительны. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете позвонить в свою кредитную организацию по телефону, размещенному на сайте этой организации, либо телефону, который указан на обратной стороне банковской карты. Самый простой способ избежать такого обмана – просто на сообщение не реагировать. В том случае, если на прием человек не записывался. А все вопросы можно узнать по короткому номеру с мобильного. В Рязани подвели окончательные итоги межрегиональных соревнований школы безопасности. Мы впервые принимали у себя такой спортивно-патриотический форум. Приехали 35 команд из всех регионов Центрального федерального округа. Рязанскую область представляли учащиеся школы номер 6 города Сасова и Костинской школы Рыбновского района. И ребята добились своих локальных успехов. Победа на самом сложном этапе, маршрут выживания для рязанских мальчишек и девчонок – пожалуй, самое главное испытание состязаний. И пусть в общем зачете рязанцы вне пьедестала – эта золотая медаль – лучшее доказательство их силы духа. Задания были не из простых. Пошел, 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 пошел. Сила, сноровка, навыки альпиниста, личные качества маршрут, что называется, прокачивают лучше всего. И вовсе не случайно, как говорили наставники, после школы безопасности появляется много настоящих друзей. Чувство локтя как бы обязывает. Сегодня здесь собрался Центральный федеральный округ. И практически в каждом из ваших регионов у меня есть друзья. Уверен, что теперь у каждого, кто здесь находится, тоже в каждом регионе Центрального федерального округа, будут настоящие хорошие друзья. Соревнования школы безопасности – это, наверное, особый вид искусств. Здесь не только нужно быть спортсменом, но и нужно быть хорошим, верным товарищем. В общем зачете в младшей возрастной группе победила команда Калужской области. На втором месте школьники Смоленской области у москвичей бронза, причем во всех возрастных группах. А победителем старшей стала команда из Липецкой области, ненамного опередив ребят из Ивановской. А вот рязанцы к золоту на маршруте выживания добавили еще и золото этапа поисково-спасательной работы в техногенной среде. Так что они тоже могут считать себя, пусть и локальными, но победителями соревнований. И это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте. город62.tv А также в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин